здравствуйте что же продолжаем практику и напомню что мы проходим тем же путем которым шли раньше в настройки но первые вот эти элементы настройки буду потихонечку сокращать с меньшего времени будем брать на вот это выстраивание позы заполнение вниманием и чуть больше сейчас времени естественно внимание смещать к дыханию и в дыхании нас такой путь сначала мы обнаруживаем находим наиболее удобный способ быть со своим дыханием пространство для места где дыхание хорошо чувствуется где действительно как бы с ним удобно вот это может быть приятно естественно где удобно задерживаться вниманием быть и соответственно возвращаться при отвлечениях но постепенно также можем искать какой-то свой очень индивидуальный путь животу дыхание чуть больше опускалась живот чтобы живот участвовал дыхание каждого это как-то очень по-своему может быть кто-то сразу чувствует в животе именно вот это вот такой дом дыхания можно так назвать это кому-то еще нужно до добраться вниманием расширяют это шея область удобного дыхания поэтому не спешите здесь давайте очень как-то так внимательно исследовать как мы можем соединять все эти вот аспекты форма дыхание внимания соответственно как это все действует на нас в целом на общее состояние хорошо если тоже начнем как обычно с обнаружение своего состояния к плану сейчас вы себя чувствуете как дышится сейчас по звуку гонка символически пересечем порог нашей практике будем двигаться дальше уже в практике пространство практики пространство практики мы можем начать с ощущения позы форма телом как мы сидим насколько это удобно устойчиво какое сейчас дыхание дым какое-то время эти посвятим внешнему пространство просто увидим его как себя в нем почувствуем через взгляд через внимание потому что есть вокруг нас каком-то своем таком материальном реальном проявлении как мы это видим можем соотноситься с трехмерностью пространство что есть что-то выше что-то ниже ближе дальше как мы здесь конкретном месте если вы уделяете внимание от этом аспекту конкретности то пространство где вы находитесь то постепенно действует ли это как-то на ваше чувство присутствия хорошо и затем можем немножко отпустить взгляд посмотреть просто перед собой таким расфокусированным немного взглядом и как-то так не только видеть но и просто вспомнить что пространство вокруг нас над нами по бокам сзади а под нами есть опора про может быть чувствовать разом чувствовать телом нет мы сидим здесь в этом месте конкретно просто код перерываемый факт сейчас какой-то момент можно позволить глазам закрыться почувствовать что меняется что он начинает приходить во внимание больше как дышать сейчас можем вздохнуть несколько раз поглубже чувствую как вот вздох и потом последующий выдох долгий как это действует на нас прямо сейчас и опустим внимание в таз немножко побудем с этой зоной спуская вес чувствую как меняется ощущение опоры какие-то мышцы могут тихонечку смягчаться в этой области и в связи с этим может меняться чувство плотности контакта с опорой а если это происходит то влиять это на дыхание на общее состояние затем поднимемся вверх по корпусу чувствую что это меняется если что-то меняет что с дыханием происходит когда мы добираемся до грудной клетки до плеч с плечами с самой грудной клеткой что происходит идем до макушки как бы подвешиваем макушку как вот за ниточку как будто подбородок при этом утапливается немножко в горло и затем объединим вместе вверх и вниз макушка мягко очень так нежно всплывает вверх а вес тела продолжает стекать вниз через тазовые кости покачаемся вперед-назад всем корпусом из стороны в сторону чтобы именно корпусом, телом уловить прямую вертикальную ось дальше соберем все это вместе как будто бы размещаясь размещаясь в этой форме нашего сиденья в этой позе дыхание здесь же течет можем чувствовать его как какое оно сейчас это микро-движение внутри могут потихонечку регулировать вот эти отношения между верхом и низом и средней частью может быть едва заметное движение подбородком если мы это утопливаем чуть глубже отпускаем плечи могут стекать вниз может быть едва заметные движения в области таза когда копчик может немножко вперед уходить или назад такие микро-движения они частично могут сами совершаться частично мы можем что-то делать сознательно специально и замечать мельчайшие изменения в дыхании в каком-то чувстве удобства устойчивости и если вы следуете моему предложенному ритуалу можем положить одну руку на грудь другую на живот через этот контакт еще почувствовать тоже дыхание как участвует грудная клетка как участвует живот в этом сейчас вспоминая о своей мотивации зачем вы здесь зачем вам эта практика что вам важно воплощать как-то реализовывать через это пространство эту практику это качество пребывания с собой с другими с миром можем посвятить сегодняшнюю практику чему-то значимому имеющему смысл для вас зовущему может быть хорошо затем можем положить руки удобно опять соответственно вот это положение в виде чаши одна ладонь на другое большие пальцы соприкасаются и ребра ладоней могут чувствовать живот вот здесь как раз можем чувствовать движение стенки живота если это положение неудобно тогда найдите какое-то другое главное чтобы вам было удобно удобно опять можем почувствовать всю эту форму таз вертикальная ось макушка бородок живот мы отпускаем плечи опускаются тоже стекают вниз руки лежат спокойно можем чувствовать их вес при этом они не вялые наполненные дышите сейчас дышите сейчас пройдем по отдельным участкам чувствую что меняется в них влияет ли эти изменения на дыхание на общее какое-то переживание себя начнем с глаз глаза, мышцы округлаз пространство за глазами что-то отпустится в этой зоне немножко нижняя челюсть если мы отпустим ее чувство ее вес когда зубы разжимаются влияет ли это на дыхание язык во рту как он ощущается лицо все лицо кожа мышцы и затем затылок шеи плечи когда макушка по-прежнему мягко всплывает так вверх когда она подвешена плечи стекают вниз с завесом рук здесь мы тоже можем чувствовать дыхание в движении в плечевых суставах руки и силу это было до 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 спина и дыхание спине расширяется на вдохе спина как на выдохе лишние напряжения могут стекать вниз освобождаться горная клетка вся, включая ребра переднюю стенку спины, все вместе мы можем чувствовать, что это внимание к каждому участку, где дыхание движется может порождать какие-то специфические оттенки ощущений и состояний затем солнечное сплетение можно ли здесь что-то отпустить немножко во всей этой зоне отпустить сдерживание живота и солнечное сплетение в то же время позволять двигаться может быть чуть-чуть совсем, но двигаться к животу упадем ниже паху промежность ягодицы еще раз, чувство опоры, веса может быть каждый раз, приходя в эту зону можем чувствовать, что еще что-то может смягчиться здесь, отпуститься какие-то мышцы ноги от изобедра вставок, стопам не так надеюсь уже надеюсь это значит что с темнота такой он это значит он 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 Вернемся к чувству ощущения всего тела, как единого целого в этой форме нашего сидения. Как гора устойчивая, стабильная, тяжелый таз, низ в целом, вертикальная ось, макушка подвешена, подбородок утапливается, плечи стекают вниз, руки лежат спокойно. И живот мы отпускаем, позволяем ему чуть больше участвовать в дыхании, двигаться. Дальше оставляем ту форму, позу, присутствие в этом аспекте нашей практики, где-то будет чуть больше в фоне. С этим сосредоточимся на дыхании. Почувствуем его сначала. Найдем вот это удобное пространство, удобное место, где сейчас лучше с ним быть. можем прожить, прочувствовать несколько дыхательных циклов, беря их как-то так по одному и чувствуя каждый период дыхательного цикла. Переживается вдох, выдох, пауза. Затем следующим этапом я предлагаю чуть больше обращаться к животу. Здесь мы можем чувствовать ребром ладони, если ладони лежат в виде чаши. Либо даже специально положить целую ладонь на живот, чтобы чувствовать его как-то получше. Просто чувствовать живот. Вот. Как-то так очень мягко смещать внимание именно туда, чуть больше в живот, возвращать его туда. Может быть, с вами вниманием объединять ту зону, если она находится выше, где вам удобно быть с дыханием, объединяйте это с животом, как связано общее дыхание тела. А при этом важно, что мы не стараемся что-то специально прямо уж очень сделать, изменить. Скорее просто чувствуем, как это сейчас у вас конкретно. Как дышится. Как живот живет в своей жизни. Давайте какое-то время так посидим. вот, чувствуя дыхание, живот, если внимание будет уходить куда-то еще, просто мягко возвращайте его к этим аспектам дыхания, живот. Сидим какое-то время. А组 StateSearchive. Вот осталоське. Посидим какое-то время в общем раз мы уже время завтра 27 лет, пронесался и думал что ты научил 不要 азти и diver оченьims в voc career в эфирочной Мы думали там что факт, помогать. Лю доpekt fineю наверх, можно, commence к конгрессам, что построил. Продолжение следует... 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 В целом, повлияло ли на вас эта практика? Хорошо ли это влияние на вас? Хорошо ли это для вас? Для какого-то, может быть, большего контекста вашей жизни? Опять, если вы следуете этому ритуалу, то мы можем положить одну руку на грудь, другой на живот, как будто собирая плоды практики, как это вот, заземляя ее через это прикосновение. Еще раз можем почувствовать дыхание уже не только изнутри, но и через касание. Вот если мы так подумаем чуть-чуть, что здесь важного, значимого, хорошего для вас происходит в этой практике. Какие-то аспекты, может быть, ее. Можно ли это, что-то из этого переносить, повседневную жизнь? К чему-то возвращаться, о чем-то памятовать? Может быть, просто о своей позе? Официальным образом ее как-то чуть-чуть выстраивая, регулируя. Может быть, о дыхании? Может быть, просто о чувстве присутствия большего такой внимательности к происходящему? Может быть, еще что-то полезного вы можете взять из этого пространства свою повседневную жизнь, повседневные дела. И завершить я предлагаю, как обычно, практикой благодарности, просто сначала поблагодарив нас, друг друга, за это совместное пространство, со-бытие, которое мы здесь создаем вместе. Спасибо вам. Можем вспомнить о своих близких, кто сопровождает вас по жизни, поддерживает, помогает, заботится о вас. О ком вы заботитесь и поддерживаете. Близкие могут быть совсем близко физически, а могут быть далеко. Тем не менее, у нас есть эта связь с ними. Можем вспомнить их и поблагодарить за это присутствие в нашей жизни. Может быть, это даже не только люди, но и какие-то другие существа, животные, близкие нам, домашние. Также можем вспомнить каких-то людей, существ, которые были прежде с нами, которых сейчас нет в нашей жизни. тем не менее, если они были в прошлом, и мы помним о них. Значит, они часть нашей жизни. Скажите им спасибо за часть этого пути, который мы прошли вместе. Также можем вспомнить всех учителей, кого вы считаете учителем, учителями по жизни, кто повлиял на вас каким-то образом. Продолжает влиять, может быть. Спасибо. Те, кто физически, с кем вы физически встретились в непосредственном контакте. Те, кто пришел к вам через какие-то знания, книги, слова, может быть, из других культур, других времен совсем, тем не менее, они повлияли на нас. Можно поблагодарить сам свой путь, к которому мы идем, к которому мы можем всегда вернуться, если отклонились от него. Он всегда нас ждет. Себя, человека, идущего по пути, возвращающегося на него, продолжающего движения. Может быть, еще что-то, или кого-то вы захотите поблагодарить, кто вот сейчас вспомнится, и как-то захочется послать это послание благодарности. Это маленькое спасибо. Или большое. Хорошо. И потихонечку будем завершать. Можем еще как-то подумать чуть-чуть о сегодняшнем дне, чтобы хотелось в него чуть больше перенести, переносить из пространства этой практики какой-то мостик такой своим вниманием простроить. туда. И затем давайте себя погладим сначала по животу, по кругу, по часовой стрелке, двумя руками или одной. Потом разглаживая по всему телу какие-то участки, может быть, позовут ваши руки, чтобы в них задержались, потереть, помять их немножко. и как будто бы помоем все тело руками. Потом потянемся, подвигаемся, скрываясь всем телом. глядимся в пространство, увидим его еще раз, как оно видится, может быть, немножко изменилось какое-то видение этого пространства. Как вы себя чувствуете сейчас? По звуку гонга опять закроем это пространство символически. 10 минут посвятим творческому отклику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 когда мы дойдём до того места, когда опустимся в живот, такую маленькую задачку себе поставить, найти такую минимальную точку дыхания, то есть такое место, дыша которым можно было бы как будто бы всему остальному телу максимально расслабиться, все мышцы отпустить, то есть какое-то минимальное какое-то движение. Но потом в процессе уже медитации меня захватило другое ощущение, у меня тоже было мощное ощущение мышечного расслабления, и в какой-то момент было такое состояние, что казалось, что дыхание поддерживает, что не мышцы каркас моё тело поддерживает, а что дыхание держит вот эту такую хрупкую, какую-то немного хрустальную такую конструкцию, которая, кстати, периодически, когда ещё подрасслабишься, она как будто такая обваливалась, как такой внутренний такой замок, что ли. Но всё равно было ощущение, что такое единение, что ли, дыхание с вот этим внутренним каркасом тела, а потом я как раз вот это вспомнил, вот эту свою первоначальную мысль, она ко мне вернулась всё-таки, и я вдруг поняла, что это как будто соединились вот эти два ощущения, что вот это вот какое-то минимум дыхания, которое я осуществляю, какой-то точкой действительно где-то в животе. Но не скажу, что она у меня в одном месте как будто была, было ощущение, что она там тоже куда-то всё время чуть ниже спускалась. И вот это дыхание позволяет вот так держать вертикальность, что ли, вот это тело с максимальным расслаблением мышц в комплексе. Вот так. Спасибо. Спасибо, Маш. Я, да, тут тоже скажу потом. Сейчас вот если кто-то ещё, может быть, расскажет о своём опыте, потому что тут не есть тоже, чем открыть концентруя твои слова. Кто-нибудь хочет сказать ещё что-то? Окей, пока, может быть, потом ещё у кого-то будет какой-то свой отклик. Но я сначала вот прокомментирую то, что Павел написал. Вот, значит, почувствовал, что дыхание животом не хватает, и иногда приходится делать догрудным отделом. Здесь очень важен такой баланс, я считаю. Он важен и в нашей конкретной методе, этой практике. И по многому, ну вот я его, так как много занимался раньше, такой телесно-ориентированной, можно назвать телесно-ориентированной психотерапией, хотя просто такой более расширенной, такой соматическими практиками, с другими людьми. Через прикосновения, через какие-то движения определённые, через внимание, в первую очередь. Ну и вот очень важно, что тело живое. Тело живое. Оно дышит как-то, вот дыхание, оно движется через всё тело. И поэтому, когда мы, когда вот я сейчас здесь предлагаю чуть больше внимания смещать в живот, это не значит, что дыхание должно остаться только в животе, его, а всё остальное тело должно замереть вообще, застыть, остановиться, и всё. Конечно, это не так. Конечно, тело живое, и вот эти сами слова, замереть, застыть, они нехорошие для нас. Мы как раз здесь оживляем себя, стараемся через вот это внимание, наполнение вниманием, присутствием, вот просто вот это тело, да, вот сейчас, как это чувствуется, как это переживается. И поэтому всё, что там происходит спонтанно, вот, и это очень часто бывает, я думаю, что не только, Павел, у вас, я думаю, многие это подтвердят, я могу это подтвердить, что, например, да, я опускаю внимание в живот, я ставлю животом, какое-то время он дышит, 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 потом приходит такой глубокий вдох, как такая волна, которая через всё тело проходит, вот, грудной, грудной, как вздох такой, вздох облегчения такой. Да. Потом, может быть, пауза очень долго наступить после этого, после выдоха. Потом снова я возвращаюсь к дыханию животом, туда. И так происходит какими-то циклами. И вот это очень, мне кажется, важный такая, важный баланс. С одной стороны, да, мы чуть больше сфокусированы на чём-то одном, вот сейчас конкретно дыхание животом. Ведь я объясню попозже, почему это имеет смысл, там, с моей точки зрения. Но всё остальное дыхание всё равно движется во всём теле. И вообще-то, по большому счёту, действительно нам важно, что дыхание, оно, это осуществляет, вот этот обмен импульсами между различными зонами тела, оно связывает их, оно делает это живым. Сегодня я буду продолжать, когда вот по этой карте двигаться деление трёхчастного тела, об этом обязательно скажу. Поэтому, когда возникают эти вот спонтанные вздохи, очень хорошо, что они возникают, я считаю. Здесь можем учиться у животных, вот если у кого-то есть домашние животные, собаки и кошки, у них это одинаково происходит. Вот он лежит, лежит, потом такой глубокий вздох делает. Почему они это делают? Что в этот момент происходит? Как будто вот эта собака вот сейчас такая с вами лежит, и у них такой ещё вид, такой морда такая очень это умудрённая опытом, и такой вот какая жизнь. Что за жизнь? Но это определённый вот этот физиологический механизм, который есть у млекопитающих, как минимум. Я же не знаю, как там насчёт других, но вот у млекопитающих и более близких нам животных, и это и есть у всех. Какой-то такой вот мгновенная энергетизация и сброс лишнего напряжения через это происходит. Вот поэтому, например, ещё в самом начале, когда я предлагаю, вот давайте сейчас вздохнём несколько раз, и вот этот вот вздох, вот ещё тут он такой часто бывает, двойной подвдох такой. Потом долгий такой, долгий выдох, и после этого выдоха часто бывает такая пауза, ещё какое-то время, как бы не дыхание вообще, и потом следующий вдох. Вот этот цикл, он имеет такое название даже биологическое дыхание. Оно биологическое, потому что, действительно, оно возвращает нас к какой-то такой основе, где всё тело включено. Вот эта включённость всего тела, она есть, ну, животных можем увидеть это. Можем проследить волну дыхания прямо от кончика носа до кончика хвоста животных и обратно, от кончика хвоста до кончика носа. Вот эта волна движения. Это фактически, ну, как бы, это энергетическое движение, но я имею в виду здесь не эзотерическое что-то такое, а именно вот движение импульса, волны в теле. У младенцев тоже это происходит. Можем увидеть такое движение дыхания через всё тело. Постепенно у нас это по жизни из-за каких-то вот стрессов, травматического опыта, я имею в виду здесь психологических травм, каких-то, всё это накапливаясь в теле, нарушает вот это вот движение естественное дыхание. Поэтому сейчас часто, когда мы обращаемся к дыханию, мы можем это чувствовать. Вот как раз там прерванное дыхание, какое-то вот неудобное дыхание, вот дыхание, вызывающее порой даже какие-то вот, ну, у некоторых людей там какую-то панику. там, в общем, множество каких-то проблем. Или вот вчера об этом говорил, что опускаю внимание в живот, а он какой-то пустой, нет дыхания. Или вот как Павел написал, живот маленький какой-то, какой-то он маленький совсем. То есть нет этого чувства, какого-то вместилища. Окей, опять же, мы встречаемся с тем, как мы есть, но вот тут получается, что внимание, внимание, оно и работает таким образом, как бы такой большой такой размораживатель и оживитель того, что было заморожено и застывшее внутри, замерзшее. Это процесс долгий, но вот как говорят, вода камень точит. То есть если мы делаем это, то тихонечку вот эта гармонизация, как раз мы говорим, гармонизация тела, сознания, дыхания, вот она потихонечку происходит с практикой. И тут вот очень важно такое наше отношение, что мы не торопим этот процесс, не спешим, мы знаем, что вот если я буду делать, если я буду создавать эти условия, вот тоже я об этом уже говорил, что я считаю, что основная идея нашей практики это создать условия, чтобы что-то внутри сгармонизировалось во многом само. Вот когда вот этот спонтанный вдох происходит, вот это вот, то, что я назвал биологическим дыханием, тогда вот это само же происходит, да, и вот этому не нужно препятствовать. И здесь очень важно, вот Павел написал, что нарушает неподвижность и внимание отвлекается. Тут есть два аспекта. Во-первых, неподвижность. В этой позе мы не стараемся застыть, опять же, вот еще раз я это слово скажу. Мы не стараемся застыть, мы не стараемся замереть. Это плохие слова для нас. Замереть — это корень смерти, застыть — это корень стылое, холодное, неживое. То, что мы выстраиваем эту форму тщательно, мы теперь делаем этот, создаем этот каркас, вот как Марш, я сказала. Это на начальных этапах важно, но это именно тот, вот еще я помню, Алексей, вы как-то это слово произнесли, по-моему, еще в начале ретрита, или даже в предыдущем, этот самый контейнер, да, вот сегодня есть такой психологический термин контейнирование, то есть когда мы телом этой формы действительно создаем некий контейнер, но контейнер вот как чашка, а вода-то в нем живая, вода-то в нем движется, поэтому, да, тело создает такой контейнер, но оно, опять же, вот, опять же, сравнивая с чашкой, чашка жесткая, у нее очень жесткие стенки, но тело, оно не таково уже, да, тело мягкое, поэтому вот эта форма, это же такая условность, условность, которая, да, она держит в определенной степени, но тем не менее, внутри очень много движений, вот сегодня я на это тоже обращал внимание, что мы можем чувствовать, что буквально там какой-то вот поворот, подворотка, да, в горло чуть-чуть, буквально, не знаю, несколько миллиметров, что-то меняет дыхание, отпускание челюсти, что-то меняет дыхание, пускание живота, что-то меняет, копчик немножко вперед, что-то меняется, вот эти микродвижения, и мы можем чувствовать, иногда это происходит само, вот, например, как вы говорите, вдох произошел, и это вызвало определенное движение тела, естественно, если это большой глубокий вдох, или иногда мы можем делать это сами, вот просто чувствовать, что, окей, подбородок уходит вперед, выходит, голова начинает задираться, если я чуть-чуть направлю, что меняется, что меняется, как, где, где, где лучше, да, где начинает как раз что-то течь, и поэтому здесь дальше, вот, внимание отвлекается, куда она отвлекается, что с ним происходит, оно куда идет, то есть если он, то есть если оно уходит в какую-то историю, вот, собственно, из присутствия, да, оно уходит в прошлое, в будущее, он начинает вспоминать, погружаться в какое-то прошлое, в воспоминание, или там в будущее, вот это, здесь мы стараемся себя сильно отлавливать, по возможностям, когда это получается, и возвращать в присутствие, но присутствие, вот как раз вот, ну как минимум сейчас, на этом этапе, ну и дальше тоже, такое телесное, это не значит, что нам нужно обязательно вот сфокусироваться на чем-то одном маленьком, вот, ну-ка, и держать там, уцепиться, уцепиться за это, например, дыхание в определенной зоне, раз таки нет, ну как с чем сравнить, вот опять же, есть, я могу схватить микрофон вот так, а могу положить руку на него, это же разные качества, да, вот здесь то же самое, мое внимание, когда так вот кладем на, на тело, дыхание, прикасаемся, и остаемся с этим, вот, очень важно здесь, я опять, много раз уже об этом говорил, что у нас можем обнаруживать вот эту сцепленность внимания и контроля, да, вот, когда в этой неподвижности, мне кажется, что я могу вот это контролировать, как бы вцепившись в эту неподвижность, мы учимся здесь, раз не контролировать, а быть тем, что есть, и тогда получается, что те спонтанные процессы, которые есть, мы просто их замечаем, но для удобства, именно, более стабильного, именно более стабильного внимания, у нас действительно есть определенная там зона, чуть больше уфокусирования, похоже, знаете, такая вот, я же давно как-то эту метафору предложил, ну, вот есть, можем сказать, два способа концентрации, один действительно, это вот, вцепиться в объект концентрации и держать, 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 в принципе, это работает, если долго это делать, ну, это, во-первых, нужно очень много времени на это посвятить, нужно как бы стать профессионалом концентрации, нужно как бы уйти в какую-то вот, не знаю, в пещеру засесть, в изоляцию, какой-то долгий ретрит, чтобы прям целыми днями только это делать, тогда это будет хорошо тренироваться, такой род концентрации, это бывает, вот в смысле, что люди посвящают, но это сильно, это как нужно сильно изменить жизнь, если мы находимся в повседневной жизни, где много всего, понимаете, вот много всего в жизни, и надо на этом внимание уделить, и этом, и этом, и этом, мы работаем, и там что-то у нас много всего общения, какого-то отношений, тогда нам нужно тренировать, как раз, вот эту, скорее, вот эту широту, да, такой ее объем, его объемность, потому что вот невозможно в этой объемной жизни схватиться за одно что-то, тогда все остальное как бы я упущу, поэтому и здесь в практике нашей мы тренируем именно это, что у нас есть помощник, определенный уровень концентрации, вот что-нибудь небольшое, вот действительно вот это дыхание, вот сейчас конкретно это соединяю с животом, но при этом одновременно с этим мы учитываем все остальное, учитываем фон, конкретно вот здесь сейчас у нас фон, это в основном телесный фон, форма, как я чувствую себя в ней, изменение всех внутренних ощущений, течения каких-то этих ощущений, вот здесь что-то отпустилось, здесь что-то напряглось, вот здесь так, здесь такие оттенки, здесь такие, изменение дыхания, вот сейчас было оно такое какое-то тонкое, едва заметное, потом вот это вот сдох, потом пауза, и опять становится тонким, едва заметно, в общем, вот этим, следуем за этим течением, и вот тут такая метафора мне приходит, знаете, как вот лодка или корабль на якоре, то есть, если лодка или корабль без якоря, ну вот, его отпустить и вообще никак не управлять, то ее будет носить чем? Ну, какими-то ветрами и внутренними течениями по воде, да, вот куда-нибудь там понесло, если у лодки есть якорь, то ее все равно относит до сюда, но недалеко, недалеко. А, и вот здесь для нас тот сейчас фокус, который я там предлагаю, дыхание, конкретно дыхание чуть больше именно смещенных в живот, это вот тот самый якорь. Не значит, что это должно вот так застыть там и вообще не шевелится эта лодка нашего внимания, осознанности. Это, конечно же, мы замечаем вот эти движения туда-сюда, но этот якорь не позволяет уплыть далеко вот в своих мыслях каких-то, ну, потечь куда-нибудь там, вот, вспомнил, что был год назад, пять лет назад, кого там обиделся двадцать лет назад, потом подумал о том, что будет, все будет ужасно и так далее, ну, там, вот, соответственно, вот это, когда лодка без якори, без руля и витрил, да, вот оно понесло и понесло. Здесь у нас есть этот якорек, но все равно мы замечаем это внутреннее движение, просто далеко не уплываем в этом. Вот такая вот метафора, может быть, она кому-то поможет тоже как-то поспокойнее относиться к этой практике в целом, да, не слишком себя пытаться держать в ней, опять же, хвататься, ну-ка, давай, сиди тут, концентрируйся. Вот, окей, ну, и вот, вообще, в целом, мы вот исследуем, а что сейчас, а как сейчас, живот маленький, окей, может подрасти, там, что-то сейчас такое, окей, хорошо, может, изменит. Ну, и, Маш, тоже по поводу твоего процесса скажу несколько своих каких-то откликов. Действительно, мне кажется, такое тоже может быть важное обнаружение вот этого опоры на само дыхание, когда у меня тут приходит, знаете, такое вот с айкидо сравнение, это если кто занимался, но там вот в айкидо очень важна идея вот этой энергии ки, она так в ки, в японском варианте, то, что в Китае называется ци, и это как раз очень сильно связано с дыханием, то есть айкидо же, это, ну, как бы там такой вот тип борьбы такой, который не построен на силе физической, он построен на чувствовании, там очень важно вот как раз вот это вот, то, что мы здесь делаем, выстраивание такого вот центра внутреннего центрированности, чувство хорошей опоры и чувствительности собственно к противнику, который там на вас нападает, и вы используете не свою силу, чтобы ему противоставить себя, а его силу, да, то есть через просто определенное движение, ну, там вы как-то его, например, он на вас нападает, и вы его пропускаете, и он падает, ну, там, конечно же, много приемов появляется, ну, и сейчас что-нибудь такое разработанное тип борьбы, много приемов там всевозможных, но суть вот такая, также там это какая-то механический такой вот взгляд, но при углублении практики там все больше возникают этих вот энергетических, так сказать, аспектов, что, ну, даже я просто когда занимался, даже тоже можно было почувствовать, когда через определенную вот эту практику внимания и дыхания связывание этого и тела, естественно, внимания к телу, ну, там, например, то есть какая-то появляется определенное чувство силы вот другое, чем мышечное, и когда вот там, например, держишь руку, другой нажимает, ты понимаешь, что это какая-то вот сила, которая изнутри удерживает эту руку, она не связана как будто с мышцами, ну, или как-то вот в основном какая-то другая сила, и возникает вот то, что они называют ки-лицы, и мы можем это переживать постепенно, опять же, вот с практикой как-то, вот с чувствованием, оно возрастает, это ощущение как раз из переживания связи, когда это само находится, опять же, вот здесь очень важно это с этим, не спешить, что это выращивается, как бы взращивается, когда вот дыхание, его течение, связанность как раз-таки, что дыхание это не просто какой-то химический процесс, и вот он связан только исключительно движение дыхания, вот он идет через ноздри, вот гортан сюда, вот легкие и все. Конечно, это не так, и можем это чувствовать, что я вот например говорю, что давайте почувствуем, вот как дыхание движется в плечевых суставах, и руки чуть-чуть движутся, ведь, да, чуть-чуть, то есть импульс дыхания проходит в руки и в принципе мы можем почувствовать этот импульс до кончиков пальцев при настроенности этой чувствительности, а это увеличивается потихонечку, потихонечку, мы не можем это форсировать, это невозможно форсировать, но при тренировке мы точно можем это обнаруживать все больше и больше, и так же во всем теле, что дыхание это не что-то сконцентрированное там в легких и все, дыхание это то, что течет через все тело фактически, и вот тут, когда мы обнаруживаем вот эти тонкие связи импульсов, обнаруживаем как раз цельность тела и какую-то другую силу, вот то, что как раз китайцы назвали цинь, и в субъективном опыте это часто бывает именно так, как Маша писала, что я опираюсь прямо этого топора не как вот на внешнюю форму какую-то, а вот это само живое дыхание на меня держит, как будто какое-то другое чувство на полность. Это, мне кажется, такой результат в том числе этой практики, и вот мы тоже об этом Владимир об этом упоминал, что некоторые учителя дзенские, они прямо на это обращают внимание, как бы работа там ски, сцы, это часть этой практики с самого начала. Другие учителя, они как бы на это внимание не обращают, но в смысле, что они не делают это каким-то фокусом своим вниманием особого, то есть вообще на энергетические аспекты вот эти, но оно подспудно все равно присутствует, как такой часто побочный эффект, мы это можем замечать. В целом вот это какое-то чувство наполненности внутренней, именно этим дыханием, которое поддерживает, оно как раз вот получается, что ну как, в субъективном опыте дает ощущение чувства вот этого живого, живой внутри поддержки. это не что-то, как опять с чем сравнить, вот пока мы стараемся это удерживать внешними средствами, так сказать, мы как будто становимся такими жуками на какое-то время, в которых хитиновый покров, вот он сверху нас держит, как такой этот панцирь. но в целом мы, конечно, движемся в эту сторону, что изнутри вот это и часто это действительно переживается, как само дыхание нас изнутри держит, вот эта внутренняя наполненность, тогда на удержание формы гораздо меньше сил тратится, но это еще, к этому еще нужно подойти, да, и вот ну не зря там ты, Маш, все-таки давно практикуешь и даже с нами здесь все эти два года фактически, то есть это нарабатывается просто, да, постепенно, здесь важно не спешить, не форсировать, но мне кажется, это хороший достаточно такой эффект, потому что мы тогда действительно чувствуем себя более живыми, наполненными вот этой какой-то такой вот энергии текущей сегодня через все тело, какое-то чувство цельности этого всего тела, вот, а путь туда, ну, собственно, то, чем мы и занимаемся, соединяя внимание, форму, дыхание, потихонечку-потихонечку это само нас сонастраивается, из этого как раз мне легко сейчас будет перейти к продолжению вчерашней темы, снова вернусь к этой трехчастному условному делению, карта не территория, это деление условное, но тем не менее мы можем это для удобства рассмотрения так делать, разделить как бы на такие зоны большие, большие. Вот вчера я говорил много про эту нижнюю зону, и что там, получается, на символическом уровне собираются сразу несколько аспектов важных для нас, для выживания, причем выживание не только индивидуального, но и такого рода, вида, ну, то есть это пищеварение, да, вот здесь у нас выделение органы пищеварения и выделения, это репродуктивные органы, то есть сексуальность здесь у нас, и, собственно, мы рождаемся из животов, и женщины вынашивают в животе детей, это какая-то прям вот основа этой биологической жизни нашей, плюс это еще вот через ноги, когда мы стоим, ходим или через таз, когда мы сидим, это контакт с опорой, вот эти, видите, все аспекты такой вот именно материального, биологического, такого вот воплощенного, воплощенной жизни, конкретной, в конкретной форме, они здесь как бы собраны на символическом уровне, но в то же время на уровне переживаний, чувствования и мотивации, потому что вот, ну как, собственно, сексуальная мотивация, сексуальные импульсы, сексуальные желания, или желание вот пищеварительное, что поесть, и также желание как сказать, себя выделить, то, что уже отработано, так сказать, это все здесь, и тут ну как бы вот есть это то, что есть у любого животного, вот это все есть у любого животного, это нас с ними объединяет, но получается, что если животные поддаются этим импульсам легко, и у них нет никакого там похожего внутреннего конфликта с этим, ну вот вот он в туалет захотел, сразу это все сделал, без проблем, сексуальное потянуло, значит, сделал все, что надо, и вот как-то у них так все это организовано животное, и эта часть у нас есть, и у младенцев, соответственно, например, с этим, с выделительными процессами тоже нет проблем, но постепенно мы социализируемся, и здесь как раз культура начинает, она пытается отрегулировать, и она делает это, не только пытается, она регулирует это, то есть нам нужно это, вот культуре, обществу, нужно это как какие-то рамки поставить, потому что если это, ну как, ну, я не знаю, вот так получилось, человечество уже другое, чем по сравнению со всеми другими живыми существами, у нас есть вот эта вот организация нашей жизни, мы организуем многие биологические процессы, вот туалеты наши, да, это специфическое такое заведение, специфическое пространство, которое мы специально организуем для вот этого, да, это такая культуризация такая произошла, этого процесса, то, как мы организуем еду, то же самое, да, вот животные, вот стайные животные, например, они же как едят, они, например, загнали какую-то жертву, ну, там, какого-нибудь антилопа, например, волки, да, или там корову, не знаю, задрали, и потом они ее начинают жрать, как бы, вроде как стаей, но каждый сам по себе, ну, вот они просто едят, вот и все, а у нас ведь еда это социализированный процесс, не, конечно, мы можем есть еще и сами по себе, там, взять что-нибудь, поесть, да и все, но для нас, для людей вообще-то важно разделение пищи, это какой-то очень важный такой для нас ритуал, у нас специальное опять же заведение для этого, там, рестораны, кафе, мы специально идем в специальное место, чтобы встретиться с кем-то и поесть вместе, это вообще зачем, вот так, так устроено у нас, мы садимся с вами домашними, что-то специальное такое вот, давайте вместе там поужинаем, позавтракаем, пообедаем, вместе, вот это очень важно, важная часть, ну, видимо, это как-то, это связано очень с нашей эволюцией людей, да, что и там антропологи, они как бы такой какой-то кульминационный момент именно возникновения человечества относятся к разным там причинам, но вот это одна из причин, когда огонь, собственно, начали пищу обрабатывать на огне, и это много, что сразу повлекло за собой, получается, что огонь нужно поддерживать, окей, значит, какой-то, например, хотя бы один человек должен поддерживать, или там, кто-то подносит дрова, кто-то поддерживает огонь, вот уже появляется распределение обязанностей, и, значит, а какой-то способ договора здесь, да, способ организации этого, вот она, начинается культуризация происходить, потом, значит, что, еду можно на этом оказывается готовить, тогда это будет облегчать пищеварение, да, нам нужно меньше там есть, там, чем, например, обезьяны, сколько обезьян тратит время на еду, сколько мы, они гораздо дольше, и, значит, мы обрабатываем эту еду, а тогда что появляется, а вот появляется разнообразие вкусов, а вот мы начинаем запоминать, ага, если так приготовить, это будет такой вкус, а если вот так, такой, и мы можем обмениваться этой информацией, и мы, значит, можем, значит, уже обсуждать это, вот рецепты появляются, кухни появляются, вот это кузин, то, что называется, вот такой-то местности у нас одни продукты, а вот если мы сюда добавим такой травки, еще такой вкус появится, вот начинается, появляется кухня, и мы делимся этой информацией, опять распределение ролей, то есть, вот я говорю, что кто-то поддерживает огонь, кто-то, значит, там что-то помешивает, кто-то отгоняет голодных, чтобы дождались, пока все приготовятся, ну, в общем, вот начинается какая-то социализация этого процесса, да, то есть, нам нужно это организовать, получается, организация этого, и из этого все потом вот вырастает то, что сейчас у нас, действительно, это очень такой процесс изощренный, ну, как, у нас столько всяких приборов для этого, у нас столько всего, едим мы не как попало, ну, в смысле, вот это организовано определенным образом, и мы детей к этому приучаем, да, постепенно, постепенно, они, значит, мы их как-то в эту культуру еды привлекаем, а так-то получается, ну, вот я часто прихожу, например, ты иной раз придешь в какое-нибудь там кафе или ресторан, особенно, ну, я там по ресторанам особо не хожу, но иногда кто-нибудь пригласит в какой-нибудь там фэнси ресторан, такой, где все там красиво очень, и люди такие специально наряженные, вот не как попало, там, значит, в костюмах, там, что-то наряженное, и вот сидят такие все чинные, а вот что они делают, они запикивают, все это перемалывается, все это, вот как представишь, что там вот это, во что это превращается, вот эта вся эта красота, вот которая тоже, красивые блюда, там все, вот во что это вот там все превращается, вот оно соединяется, вот оно соединяется, биологическое и культурное, вот оно так, мы это так оформляем, нам это важно оформить, точно так же с туалетом, точно так же с сексуальными практиками, огромное количество биологических, вот таких действий, мы оформляем, даже вот сейчас война, у войны есть свои правила, и как раз, когда мы говорим, почему возникают военные преступления, такой термин вообще, казалось бы, что иди, вот как раньше, там захватили город, всех изнасиловали, всех убили, город разграбили, вот такая война, а сейчас появляется правило, и те, кто их нарушает, они уже военные преступники, да, то есть вот в принципе, сама война, не преступление, а значит, есть внутри это уже какие-то преступления, вот это тоже культуризация, процесс, который есть у любого, ну там у животных тоже есть свои войны, вот эти шимпанзе ходят на войну друг друг на друга, то есть культура и биология здесь, они вот входят в сложные отношения, и понятно, что очень часто эти отношения не гармоничны, так сказать, ну конфликты, они порождаются просто этим, и соответственно, вот если мы говорим, что вот у нас есть низ тела, который, опять же, даже вот эта вот вертикальность сама, я уже говорил, она подразумевает уже какую-то иерархию в нас, мы говорим, что часто вверх, это что-то лучшее, значит, низ что-то худшее, вверх, вот у нас есть возвышенное что-то, возвышенное состояние, все возвышенное, и есть что-то низменное, низменные инстинкты, мы говорим, там низменные, значит, какие-то, и понятно, что это такое вот уже, это репрессивные фактически действия, мы оказываем, мы подавляем это, да, вот мы говорим, что это все нужно как-то убрать как-то из жизни, или как-то вообще спрятать это, вот часто очень, что низменное, мы как-то прячем это, да, поэтому там очень много вокруг секса, там стыда, стыда вокруг вот этих выделительных наших процессов, и в зависимости уже от репрессивности, степени репрессивности культуры, вот по-разному это, у нас уже у каждого по-своему там происходит, соответственно, и в семье их тоже, да, там, ну, где человек воспитывается, тоже разные могут быть заведенные, так сказать, порядки, или скорее привычки, вот которые там возникают, как-то люди привносят свои привычки, вот, и соответственно, ну, опять мы все выходцы здесь, кто такой в целом западный, культуры, которая сильно репрессировала, в общем-то, вот этот низ тела, исторически, еще мы к тому же вот, конкретно наше сообщество, я думаю, что все постсоветские люди, то есть кто-то застал советский, советский кто-то не застал, неважно, родители застали, мы все равно это в себе несем, и советское же общество было очень пуританское, ну, вот как там есть, секса не было, да, в Советском Союзе, ну, в смысле, что об этом не говорили, об этом никак вообще, то есть откуда все узнавали про секс, во дворе, ну, как, дети, да, а что там за знание такое, прямо вот оно, прекрасное знание, как все правильно делать, да, и поэтому очень много с этим боли, очень много травматического опыта с этим связано, потому что никто не знает как, нет этого в поле видения, и осуждается, да, прячется, и все это на уровне тела остается, и вот если мы посмотрим на какие-то, ну, там, какой пример может быть, наверное, самый яркий, какие-то люди из африканских племен, да, вот, как, вот мы посмотрим, движение, движение, даже очень много двигательных практик, как раз, да, виртуалов танцевальных, и голосовых, то есть они поют и танцуют, причем, вот как раз на них христианство не особо повлияло, вот у меня просто девушка, у нее смешанных кровей, папа африканец из Гвинеи был, и вот он умер, когда наездил на похороны, и вот там, там католичество сильно в Гвинеи, собственно, вся семья католическая у них, но при этом, вот когда папу хоронили в церкви, сначала шаман, колдун местный провел свой ритуал, а потом, значит, священник ждал, стоял, потом, значит, шаман отошел в сторонку, священник провел свой ритуал, и все, а все остальные, они как бы и то, и другое, вот они и то, и другое, то есть там нет этого как раз конфликта, никакой репрессивности по отношению к колдунам, и к шаманам нет, они часть этого общества, и точно так же я в Южной Америке с тем же встречался, как-то это интегрировалось, бесконфликтно, и то, и другое хорошо, и то, и другое как бы образует какое-то свое, какое-то очень цельное видение, и поэтому там нет этого, ну вот, я говорю, что, например, мы можем видеть движение этих людей, насколько там, например, таз движется легко и свободно, да, это же вот как связано с сексуальностью, вот таз как движется, а у нас так, и все сразу, значит, что там, радикулирует, о, спина, вот здесь очень много у нас может быть такой, ну как бы, как раз на уровне живота, на уровне бедер, на уровне таза, много зажимов, много такой блокировки, как раз связанной с этой репрессивностью, вот этих низменных, опять же, как мы это называем, низменных импульсов, связанных с сексуальностью, связанных с пищеварением, вот с такими телесными, и, конечно, этот, ну вот, мы, как я имею в виду, что западная в целом культура проходит, такой процесс реабилитации, это вот я считаю, уже в течение, ну как минимум в течение 20 века, наверное, точно всего, потому что как раз таки вот джаз, когда стал распространяться, джаз, а это значит не только музыка, но и танец, затем, потом рок-н-ролл, вот эта вот революция в 60-е годы, сексуальная революция, мы можем видеть, как, ну я думаю, что даже вот кто из нас в советское там временно на дискотеки ходили, и сейчас там рейлы всевозможные, молодежные, это вот такое возвращение вот к этому шаманскому, шаманской традиции, высвобождение через движение вот этой силы просто жизненной, где все тело включено, просто ну как бы в разной степени оно у разных людей там происходит, это как-то, это если говорить о каких-то массовых движениях, но если уже говорить о конкретных там, вот, ну там в психотерапии западной, когда началось в общем-то с Фрейда, просто там, что, что вот, он это поставил, этот вопрос, что у нас есть это биологическая часть, есть культурная, которая во многом репрессирует эту биологическую, пытаясь, значит, как-то ввести это в какие-то рамки, социализировать, но и репрессирует это, но через какое-то насилие это происходит, сначала это насилие там ребенком, вот воспитательные процедуры производят с ним, а потом он это внутренне, это уходит внутрь, вот есть термин интериоризация в психологии, да, когда нечто внешнее, вот, голос родителя, он как бы уходит внутрь и становится там каким-то внутренним критиком, например, и точно так же отношения, просто вот, общество, которое было там, или отношения семьи, которое к определенным темам было, оно уходит внутрь, оно становится уже моей собственной привычкой, и в том числе, которая выражается на уровне тела. И потом уже, ну, после Фрейда, там, вот с 50-х годов, например, в Америке началось движение, вот как раз следственно-ориентированной психотерапии, и, кстати, тоже оно приходило, проходило через большое сопротивление, ведь, ну, американское общество очень пуританское, собственно, его основали, Америку, Пуритания, пуританская вот эта вот церковь, английские пуритане, это очень сильно, там, религиозный пуританизм, по поводу секса, особенно, они как, у них это какой-то вот фетиш, этот секс, и всевозможность запрета по этому поводу, и вот, например, вот этот Райх, человек, Вильгельм Райх, человек, основавший фактически телесно-ориентированную психотерапию, его просто в тюрьму посадили за его эксперименты, и он умер там в тюрьме, вот, психотерапевт, и, соответственно, но все равно это невозможно остановить движение по реабилитации биологии, так сказать, и какого-то попытки нового соединения, уже не через насилие над собой, насилие над этой биологией, репрессиями над ней, а через вот как раз внимательное отношение к этому. Естественно, уже огромное количество разных методов стало появляться работа с этим, телесно-ориентированных, там, танцевальной двигательной терапии, как один из, одной из течений, вот, телесно-ориентированные, как они смежно, они друг к другу соотносятся, очень много там, не знаю, контактной импровизации, та же, например, вот я занимался, вот Таро, Маша занимается, я знаю, и, с другой стороны, есть это движение с востока, как раз, вот это вот такое движение на западе, но как раз за счет глобализации и обмена культурного, мы как раз видим, ну вот, опять же, я упоминал там каких-то вот африканцев, можно там Латинскую Америку увидеть, там еще что-то, то есть, мы видим, что в разных культурах, даже там, где есть, например, то же самое христианство, совершенно необязательно такое вот отношение, как возникло именно в Европе и потом распространилось на весь западный мир, вот это именно репрессии сексуальности и вообще телесности, насилие над этим, что можно по-другому оказываться, а потом, когда увидели, что кроме этого есть еще там, скажем, восточные какие-то подходы, а вот в Индии там всем по-другому, а на Дальнем Востоке в Китае всем по-другому, и там есть и методы специальные собственно работы, вот йога начала приходить, да, вот йога индийская, она очень как-то перемешивалась, опять же, с западным влиянием, то есть сейчас очень много там каких-то исследований, что насколько на йогу, вот эту вот, йогу индийскую, повлияла физкультура, которая как раз в 19-20 веке начала развиваться на Западе, сильно повлияла, то есть она как-то смешалась все это, да, в смысле, что породила новое вот это движение, вот хатха-йога и там кундалини-йога, это во многом смесь западных и восточных методов работы, но в любом случае само отношение, которое было вот в йоге и вообще других псих, ну вот собственно йога как в очень широком смысле как такая психотехника, а психотехника имеется в виду, что не только какая-то вот с психикой работа, а со всем организмом тела сознания, что например вот пранаяма, да, как раз работа с дыханием в йоге, это очень разработанная система, значит, там много разных техник может быть, как когда до них люди доходили эмпирически, просто пробовали, пробовали что-то и смотрели какой результат будет, но за эти уже там века и тысячелетия этого много всего появилось. Китай шло своим путем, вот как раз через дайсизм, там опять же исследования этих вот даосов, которые уходили зачастую там какие-то горы, становились отшельниками на время, чтобы исследовать вот как это все работает, тело, сознание вместе, опять же все цигуны, все тэдзи цюань и прочие там боевые искусства, которые именно как искусство, которое вот тоже учитывает это внутреннее движение этой ци, то есть это очень разработанные получается системы, которые тоже пришли на запад и здесь получили, ну, то есть тоже как глобальный обмен происходит методами, техниками, но самое главное, что мы видим, можно по-другому, не обязательно этот конфликт между биологическим и культурным воспроизводить вот через как раз его усиление, через насилие и репрессии биологии, что можем искать другие способы и тут получается, что во всяком случае, что предлагает и восточные подходы, и западные вот сейчас нынешние телесно-ориентированные терапии, там, танцевально-двигательные терапии, это наделение этого внимания, вот здесь ключ становится уже вниманием, то есть не контроль как раз-таки о внимании, то есть получается, что когда мы репрессируем биологические импульсы и вот эту вообще часть нашу биологическую, мы пытаемся ее контролировать какими-то средствами внутренними, да, как раз ты чувствуешь какой-то сексуальный импульс, например, а ты не имеешь права чувствовать все, ты не должен его чувствовать, а что, это как, если я чувствую, что значит я не должен, не имею права, а вот давай вот вину чувствуй тогда, вину, вину, виной чувствуй, вот тогда что, тогда не чувствуй совсем, тогда запри эту часть тела, запри это, не надо ее чувствовать вообще, не надо, нельзя чувствовать, нельзя, нельзя, и это начинается как-то срабатывает. У ребёнка это, может быть, плохо получается, но он учится. И действительно тогда получается, что что-то замирает внутри, что-то замораживается внутри. Это как 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 это называется? Когда перед операцией вам заморозку эту делают. Анестезия. Как анестезия. Часть тела есть, а я её не чувствую. Или вот там пустота какая-то. Вот там нет ничего. Нет ощущений. Это как так получается? Это почему так? А вот потому. Потому что отрезали как будто внутреннюю. А потом вот каким человек вот думает, так, это неправильно. Неправильно это. Как-то я неживым себя чувствую хотя бы в каких-то местах. Мне нужно вернуть эту жизнь. Он идёт там, либо занимаясь какими-то восточными, либо там, не знаю, танцевальными, либо психотерапию какую-то идёт. И это начинает как-то размораживаться. Но размораживается всё. В том числе вся боль, которая там скопилась. В том числе вот это весь стыд и все запреты, которые там скопились. Всё это начинает выходить. По-разному. У кого-то через прям чувства, эмоции. У кого-то через физические и какие-то эти самые ну ощущения, да, какие-то специфические. У кого-то кто-то как раз вот что дыхание вот прерывистый, какое-то вот не такое, вот не идёт туда, не течёт, вот нет этого движения какого-то. И это, в общем, такой долгий процесс. Вот здесь очень важно тоже его уважать. Просто сознавать, что мы выходцы из определённой ситуации. Так получилось, опять же. Мы с вами не выбирали родиться в определённой стране, в определённом месте, в определённой культуре, в определённой семье. Это нас сформировало. Но если у нас есть ещё, всё-таки вот уже ценностно появляется понимание, что вообще-то хорошо бы идти в сторону гармонизации. Да, вот да, понаделали там уже наши предки. Опять, они, никто там в этом не виноват. Вот, да, вот конкретный человек. Вот мне был такой доктор зло, который всё придумал. Ну-ка, давайте сейчас всё вот так вот сделаем. Ну, можно там Фому Аквинского обвинить. Давайте Фому Аквинского обвиним, потому что он начал там репрессировать тело и сексуальность кого-нибудь ещё там из отцов церкви. Давайте начнём. Ну, они тоже вот были в какой-то, оказались в какой-то своей жизненной ситуации. И вот так всё это из общего контекста получилось, да, и потом всё это. Но то, что мы, никто из нас не виноват, включая Фому Аквинского, то, что мы не виноваты в этом, не значит, что мы не можем действительно как-то брать сейчас в свои руки это и начать гармонизировать. да, имея дело с теми, какие мы есть. Вот во многом там уже даже скорёженные вот с этими всеми конфликтующими внутренними частями. Просто действительно важно набрать терпение, важна определённая мотивация к этому и такой постепенный путь к этому. И здесь опять я предлагаю сейчас, конкретно здесь у нас есть определённые способы. Они очень такие медленные, тонкие. Окей, это такой способ. Можно добавить сюда чего-нибудь ещё. Кто-то йогой занимается, кто-то, значит, танцевальным чем-нибудь занимается, кто-то занимается чем ещё там, вот тайцзи, цигун там. Это всё хорошо, как мне кажется. Это всё про это, про нахождение вот этой гармонии, гармонизации между биологическим и культурным в нас. Чтобы оно не конфликтовало, а находило какой-то общий язык, какие-то пути более гармоничные именно, где меньше насилия внутреннего. Понятно, что опять же мы все в разном возрасте к этому подходим, с разным накопленным опытом, ничего, можно в любом возрасте делать это как-то. И ну вот, что там ещё сказать дальше. Ну, если пройти по вот этим зонам ещё, да, карте, по этой карте, я много действительно остановился на этой нижней части тела, потому что она наиболее получается у нас низменная, репрессированная из-за этого, какая-то такая плохая, вот нельзя ей давать никакого ходу. Но дальше-то тоже, ну, во-первых, мы часто можем обнаруживать как раз вот в зонах условных границ, условных границ между этим, что как раз-таки если у нас есть эта гармония, так сказать, то дыхание, оно помогает обмениваться импульсом. Вот здесь у нас как раз на уровне солнечного сплетения диафрагма, да, как раз она отделяет получается вот эта нижняя часть, брюшная полость от диафрагмы начинается, и вот там все вот органы брюшные, кишечник, значит, там все почки, печень, репродуктивный орган, вот это все там собрано. А здесь у нас начинаются легкие, и диафрагма, она помогает этому вот обмену, она движется, и как раз получается, что, ну вот, что обнаруживают, собственно, телесно-ориентированные психотерапевты, что много там может быть, диафрагма, это же такая вот мышечная фактически мембрана, что как раз там может быть много каких-то напряжений застывших, застылости, застрявшистью, вот это как раз из-за вот того, что эти обмены этими импульсами между низом и верхом, он нарушен, то есть из-за этого психологического нашего отношения, такого конфликтного к этим вещам. поэтому мы как раз внимание обращаем на дыхание животом, там есть вот сейчас физиологи об этом говорят, что вот у нас есть еще через такую можно зайти посмотреть, рассмотреть это, что у нас нервная система условно делится там на симпатическую и парасимпатическую, да, одна возбуждает, другая успокаивает. Соответственно, когда мы дышим больше верхом, грудное дыхание, оно в большей степени возбуждает эту симпатическую систему, в смысле именно на возбуждение, на активизацию, активизацию энергии. Поэтому, когда мы взволнованы, например, мы дышим чаще вверхом вот этим, да, а вот это дыхание брюшное, оно успокаивает, вот оно активизирует вот эту большую парасимпатическую систему, соответственно, которая тормозит всякую активность. И поэтому мы чувствуем большее успокоение. И это происходит спонтанно, когда вот взволнованно, мы начинаем дышать верхом, а когда мы спокойно, мы начинаем дышать больше низом. Но обратное движение, то есть, когда мы специально это делаем, оно тоже работает. То есть, мы можем так вот себя перенастраивать при необходимости. но этот путь, как я сказал, еще нужно обнаружить, его еще нужно простроить, потому что много тут нарушений, может быть, как раз между верхом и низом. Поэтому это не просто так взять, ну-ка, давайте сейчас все подышим животом, а многих это просто не работает. Ну, вот он сильно, живот он там напряжен, как-то вот эта диафрагма плохо движется, там много всего накопленного. Соответственно, наш способ это вот внимание, 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 очень медленно, очень медленно, когда камень точит, вот что-то начинает оживать, вот что-то начинает оживать. Им это можно замечать там в течение месяцев, там даже лет, но и раз. Долгий путь. Есть там какие-то более такие, знаете, вот собственно райх, он, почему он так как бы расславился, он там, что такие очень интенсивные техники предлагал, там интенсивные движения, интенсивный выброс эмоций был, в смысле там люди кричали, плакали, там, рудали, смеялись. Это помогает, я тоже в свое время увлекался такими техниками, но как бы работа-то и другое, мне кажется, что-то постепенное, оно более в каком-то смысле да, медленно, да, скучно, может быть, кажется, ну что ж, такое-то, ничего не меняется, но оно зато, как-то, эта перестройка, она действительно идет постепенно, без резких, таких, знаете, кризисов, потому что, если что-то быстро меняется, ну, у нас же уже есть структура определенная, мы же, вот здесь очень важно еще-то понимать, что то, то, как мы есть, нам это может нравится, может не нравится, можем относиться к этому как-то вот, ну, то, что я сейчас нарассказывал, тут я, конечно, нагнетал такого, да, ну вот, все у нас плохо, все у нас ужасно, все у нас нарушено внутри, но это же способ справиться как раз, вот есть такой термин coping strategy, это английский, то есть стратегии coping, стратегии справляться с жизнью вообще, чтобы выжить, вот мы все с вами выжили, вот сейчас, на данный момент, да, благодаря чему, благодаря вот такой какой-то конструкции, которая у нас образовалась внутренней, характер, вот это все, вот как, нам, мы можем чувствовать себя абсолютно несчастными в этой конструкции, например, но мы выжили, и здесь задача такая вот, эволюционная там, наверное, она как-то обеспечивается, да, вот выжил человек, еще и размножился там, вот и хорошо, а счастлив ты, несчастлив, это уже не наше дело, эволюционное, ты, ты не важен, как вот, твое личное счастье не важно совершенно никому, но оно может быть важно нам тогда, да, и здесь вот уже это зависит от нашего отношения к этому, взять это в свои руки и потихонечку перестраивать, но способ перестроить, как я уже сказал, что если мы действуем каким-то интенсивным методом, пробить это все как-то вот, ну, бывают такие, но они, как бы тогда очень, ну, большой риск вот этих вот каких-то срывов, каких-то внутренних вот это, когда старая структура начинает просто ломаться, а новая она просто еще не выросла, откуда она появится, по-новому я не умею, а по-старому она уже взял сломал, ну, вообще полностью сломать, конечно, сложно, потому что много защиты от дураков стоит у нас в целом, но все равно это мы переживаем, как часто какие-то кризисы, поэтому я считаю, что вот все-таки лучше вот такой, такие способы, как мы вот здесь делаем, тихо сидеть, прислушиваясь к тому, что происходит на каком-то очень тонком уровне, потихонечку, потихонечку обнаруживать изменения, тогда эта перестройка насильно происходит такой шажок за шажочком, но она укрепляется, но укрепляется, укрепляется, но это подразумевает постоянство, то есть, поэтому для нас чрезвычайно важно становится повторяемость этой практики, вот, заходим и заходим, заходим и заходим в это пространство, делаем и делаем примерно одно и то же, стараясь замечать, что тихонечку меняется. Ну вот, если сейчас уже близко к завершению пройти дальше, вот у нас, значит, есть часто мы можем чувствовать такую некоторую перерезанность на уровне как раз диафрагмы, солнечное сплетение, живота, вот это все эпизоны, и дыханием здесь сложно, у кого-то, может быть, там живот очень маленький кажется, у кого-то пустота в животе, еще какие-то ощущения вот такие вот, ну, разные могут быть, или, наоборот, напряжения много. Очень это индивидуально, мы просто соотносим с тем, как мы есть. Помогает, вот знаете, чего я говорю, что руку положить, например, да, это же тоже такой вот контакт, усиливающий внимание, еще и добавляющий вот эту телесность, потому что прикосновение, это мы тоже запрограммированы, это прикосновение, оно целительное для нас, да, вот, это как бы вообще мулекопитающих так, там, с детства матери млекопитающих, любые животные, и они вот этих детей своих обнимают. Это очень какая-то важная часть жизни млекопитающего, обнимать, трогать, быть в контакте. и поэтому, конечно, важно, когда мы друг друга трогаем, но хотя бы себя тоже можно, это помогает. И особенно, когда мы это делаем не механистично, а наполняем это вниманием, присутствуем своим, вот, это тоже помогает этому вот размораживанию, чего-то такому вот, какой-то мы по-доброму к себе относимся в этот момент, да, как будто этим прикосновением сообщаем себе же, я с тобой, вот я с собой, я себе друг. Я себе вот сейчас об этой части телесной такой, я забочусь просто с вами прикосновением. Поэтому я и предлагаю ритуал, подходит он вам не подходит, у вас уже какое-то ваше дело, тоже это очень индивидуальное отношение тоже с прикосновениями каждого с вами. Ну окей, наверное, опять я на этом завершу, чтобы уже не затягивать, просто вот здесь между, ну завтра тогда я продолжу эту тему, вот, перейдем к груди и переходу к шею, здесь челюсть, тоже такое вот, очень много здесь тоже всего, вот, как я говорю, что на этих зонах пограничных, так сказать, если мы условно делим вниз среднюю часть и верхнюю, там у нас может быть больше всего в общем-то проблематичных накопленных заторов, так сказать, что ли, вот этого свободного обмена, заторов, где гармонизация случается, точнее, она там не случается, где она нарушена, гармонизация, гармония вот всего, цельности нашего тела, сознания. окей, завтра с тем продолжим. Хорошо, тогда я давайте сейчас прочитаю наши отклики, надеюсь, вы как-то загрузились в информацию, и может быть, она будет как-то перевариваться и постепенно также там как-то откликаться вот после практики, имея в виду тоже это, да, какую-то карту, которая здесь рисует. Алексей написал, дыхание в животе свернуло с кольцами, тихонько толкается. Так, вот вот Павла я читал, я написал, после вкусия вчерашнего дня встречаются со вкусом нового утром, новый какой-то незнакомый букет порождаю. Аня, выбираюсь из сна, слышу голос, весна, сегодня я по-другому положил руки на живот и дыхание в нем ощущалось хорошо. Ну вот, да, можем здесь через такие эксперименты обнаруживать, что действительно что-то меняется, какие-то мельчайшие добавлять или следовать как вот так, а как вот так, и что-то будет появляться. Маша, моменты жизни состояние синхрония позволяет не терять внутреннюю улыбку. Мария, ощущаю боль в горле, дыхание в животе, ощущаю озноб и теплый живот, жар и мягкий живот. Приходят слезы и злость, удивление и облегчение. Легла, обмякла, слезы текут, продула, да и да, а изначально устала и не чувствовала насколько. Живот дал место и время этому быть. Алексей написал спасибо, важная тема. Ну, хорошо, надеюсь, что не только для Алексея это интересно и важно. можем выглянуть в окошко. Кто еще может выглянуть? Спасибо за встречу. Можем взять с собой дыхание, тело и нести его в день. Счастливо, всего доброго. до сих пор.